А перед просмотром этого видео, я хотел вас попросить зайти и подписаться на канал The Arbukers. Он проходит различные шутеры, такие как Medal of Honor, Call of Duty и многие другие. Если вы заинтересованы, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашего шестого сезона с модом Pixelmon. И перед тем, как продолжить наше путешествие в мире покемонов, давайте опять посмотрим, какое же развлечение нас ожидает в этой серии. Ну что, ребятушечки, куда мы пойдем в этой серии, я пока что не знаю. Сейчас мы посмотрим, но перед тем, как обычно, ребята, я хотел бы поблагодарить тех, кто сейчас находится тут, смотрит это видео, кто поставит лайк. Ведь если мы наберем сейчас тысячу лайков, то в ту же секунду выйдет новая серия Pixelmon. Если даже сегодня мы наберем, что в принципе вряд ли, потому что мы еще никогда такого не делали, но все же, ребята, это для вас вызов. Все же, если мы наберем сегодня тысячу лайков на вот этой серии Pixelmon, то сегодня же выйдет следующая серия. Если мы завтра наберем тысячу лайков на этой серии Pixelmon, то значит завтра выйдет следующая серия. Также я буду очень сильно вам рад, если вы поставите лайк, потому что это действительно придает мне больше сил для записи новых видео. И просто-напросто мне будет действительно очень сильно приятно, если вы поставите лайк. Также, ребята, не забываем оставлять комментарии. Я отвечаю на ваши вопросы, на ваши комментарии. Поэтому, если вы хотите со мной пообщаться, все, что с вас требуется, это просто-напросто оставить свой комментарий. И последнее, не буду затягивать, это подписывайтесь на мой канал. Я рад каждому новому подписчику, кто вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, не стесняемся, подписываемся, и я буду очень сильно этому рад и, в принципе, благодарен вам. Ну что, ребятушечки, куда мы пойдем в этой серии? Я, если честно, пока что не имею представления, но, наверное, мы, 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 мы параллельно будем прокачивать орб и параллельно будем прокачивать покемонов для сражения в гейм, то есть против ледяного гейм-лидера. Я в предыдущей серии давал вам выбор, точнее, даже спрашивал у вас, каких покемонов вы хотите видеть, чтобы мы их прокачали и в финале сразились за право быть гейм-лидером ледяного гейма. И все же, у нас остается Инфернейп, у нас остается Пачирису, у нас остается Литвик, мы берем Арона и выкладываем, выкладываем Тортеру и выкладываем Ноктавла. Вот эти четыре покемона, которых мы возьмем в гейм. Это, сейчас, ребят, я еще раз вот это поправлю тут, потому что это хрень меняется, знаете, когда вот там перезаходишь куда-то в другие вот эти версии, то это все потом меняется. У нас есть Инфернейп, Пачирису, Литвик и Арон. Мне кажется, даже Пачирису можно выложить, потому что, ну, против ледяных электрические не очень хорошие, электрические очень сильно хорошие против водных. Против ледяных он, мне кажется, лучше даже взять Риолу. Но то, что Риолу у нас еще не прокачаны, это хреновенько, ребята. Это очень сильно хреновенько. Пам-пам-пам. Я пока что не знаю. Давайте мы сначала прокачаем Литвика и Арона и пойдем вот так сразимся. Все же, если мы профукаем, то значит, если мы профукаем, то значит, потом вместо Пачирису прокачаем Риолу. Но это, ребята, уже будет потом. Сколько у нас там? 374, да. Мы убили только одного покемона. Но все же, ребята, куда мы сейчас пойдем? Нормально все, звук, все вроде, да. Пойдем мы в... 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 Наверное, вот сюда мы пойдем. Мы же решили днем кататься, кататься. А хотя нет, ну смотрите, если мы даже сюда пойдем, то нам и так, и так нужно сейчас взять Аноктавла. Аноктавла мы, ребята, не будем брать, мы только его возьмем для того, чтобы на нем полетать. Потому что, ну, там очень большие такие территории. Если честно, я не имею... Никто не имеет желания там бегать. И это, если честно, будет очень длинно, очень долго и очень нудно. Поэтому, ребята, бегать мы там не будем. А только мы будем тут прокачиваться. Ребята, я вижу, вы там уже нафлудили на предыдущей серии. Мол Эдисон, ты там на такой-то минуте пропустил самого лучшего босса, там, желтого вроде Мэджикарпа. Я потом пересмотрел, да, я реально его пропустил. Но, ребята, то есть, я не могу все заметить. Может, в тот момент я смотрел вот так вас на камеру. Когда я на вас смотрю, я же не вижу, что там в игре происходит. Или, может, я смотрел куда-то в другую сторону, куда-то еще в другую сторону. Я-то один, я могу смотреть только в одном направлении. А кто-то с вас может посмотреть налево, кто-то направо, кто-то вниз, кто-то вверх, кто-то на камеру, кто-то по центру. А кто-то посмотрит вниз и заметит, и заметит, что там был босс. То есть, с вас тоже не каждый заметит. может заметить а я тут ребята один я не могу смотреть все что происходит и принципе ну я не настолько внимательнее да если честно и то что внимательно я не могу все все разглядеть вот сейчас когда я на вас смотрю на камеру может я уже там 10 боссов пропустил поэтому ребята у меня не 35 глаз я конечно извиняюсь да конечно очень обидно то что я пропустил самого лучшего босса но все же ребята то есть это мой выбор если бы я смог заметить я бы конечно бы его заметил а тут мужа были вот вот почему нужно вот это все разрушать вот почему нужно разрушать эти деревья потому что видите мы потом возвращаемся сюда второй раз а если мы их сразу вот так сломаем мы принципе ресурсы даже до будем и больше сюда не вернемся потому что мы будем знать то что мы уже тут были поэтому вот так ребята нужно делать все же ребята щ张 патрусти Bernhard то что я его не заметил но я говорю то есть это не мой выбор был его не заметит а Может случайно Еще что-то хотел вам сказать, но честное слово Я уже пока что забыл Я забыл, что я хотел вам сказать О, давайте вот этого забабахаем Ну, Литвик Арон, нам, в принципе, если честно Ярона бы нужно неплохо так прокачать Потому что его финальная эволюция около На 50 уровне А 50 уровень для Арона Еще, если честно, очень и очень далеко Но все же мы будем пытаться Мунстоун выпал, ребята Мунстоун выпал С помощью Почерису, вот это круто Потому что Мунстоун, мне кажется Его Если даже можно как-то добыть То очень тяжело То есть, его нельзя пойти и добыть Как, например, тот же водный камень Да, вот в воду спустился, добыл и все Мне кажется, Мунстоун намного тяжелее добыть Поэтому это круто То, чтобы он выпал Все же не зря у нас Почерису есть в команде Я, если честно, даже не знаю Я у вас спрашивал уже давно Выкладывал, стоит ли выкладывать Почерису в компьютер Или все же стоит ее оставить Кто-то голосовал, что стоит ее оставить Кто-то голосовал, что стоит ее выложить Я, ребята, честное слово не знаю Просто вы видите, какая она полезная Если я даже Найду босса То не факт, что я его замечу А если все же я когда-то найду Там раз в 10-15 серий И то вряд ли То не факт, что с него выпадет куча вещей А знаете, что есть еще такие боссы Из которых вообще просто-напросто ни черта не выпадает Поэтому, ребята, Почерису Это единственный вариант С помощью которого мы можем выбивать Хотя бы какие-то ресурсы Которые, по сути, смогут нам Вещи, пиксельмоны Которые, по сути, смогут нам Помочь Поэтому я, ребята, честное слово Я не знаю, стоит ли ее выкладывать В компьютер или нет Я даю 70% Что нет Потому что она, честное слово Она очень полезная Сейчас Что-то загорел, Саш Горло заболело Так Ну что, ребята Куда мы сейчас будем лететь? Куда мы сейчас будем лететь? Может, все-таки пойдем? Может, все-таки потопаем в зимний биом? Потому что Даже если в динамбиоме мы сможем Вот, один есть Тут просто очень большие уровни Но они очень редко встречаются Это не очень круто А нам, если честно Вот сейчас нужно именно много Ой, я не того кинул Твою мать Нам нужно литвика было кинуть Опять не того кинул Да что ты будешь делать? Поке Пок Ты такая паскуда, честное слово Ты такая паскуда Наконец-то Так, все Покехил Покехил Замечательно Все же Знаете, что нам нужно попробовать, ребята? Нам нужно попробовать Пойти на Бишарков Все же Не зря же мы нашли этот Би Ух ты, нихрена себе Это кто там вообще такие? В предыдущих версиях их не было Может, они даже какие-то большие Ух ты, 45 уровень Нифига себе А ну посмотрим Сколько с них опыта дает Мы их даже не с одного удара убиваем Значит, может у них жизни много Из-за этого Ну, две с половиной тысячи опыта Это, в принципе, нормально Это, в принципе, нормально Еще бы сейчас Метакросс А, Хекак Нет Херакросс Ну, вот это такой маленький уровень Не очень Первый намного больше был Ну, что, ребята Мне сейчас нужно Именно Бишарпов На других покемонов Мы отвлекаться не будем Потому что Бишарп И сейчас самое то Если мы их все-таки сможем найти Но сможем ли мы это сделать Или нет Я, ребята Не имею ни малейшего представления Потому что По сути Они должны вот тут спамиться Вот сейчас Где мы находимся Они должны вот тут спамиться Но Как говорить Это было в предыдущей версии А вы знаете, что Разработчики Что-то меняют В каждой версии Поэтому Может они уже даже Поменялись спам Спам Спаун Бишарпов Ох, нихрена себе Уже спотел Они поменялись Спаун Бишарпов И сейчас они уже не тут спамятся А может где-то в другом месте Я этого, ребята Не могу знать Утю Нифига себе Я так прыгнул Думал А, ничего страшного Да, в принципе Не убились-то не убились Но все же Класс комбат Еще раз Класс комбат Мы уже Сейчас Какой Тридцать шестой уровень Мне кажется Мне кажется Мы уже даже Мы еще даже Сможем прокачать Инфернепа Где-то К шестьдесят Может Какому-то там Уровню Пока мы будем качать Вот этих всех покемонов И он еще Еще так А, сильнее станет Так, давайте вот сюда запрыгнем Все же этот мод В какой-то степени полезен Ну, смотрите Мы сейчас добудем Сколько? Мы сейчас добудем Шесть Семь Семь гнилой плоти Семь гнилой плоти Это сколько? Сейчас, дайте я вот этого убью Семь гнилой плоти Это Семь монеток То есть Круто, если честно То есть Даже очень и очень и очень круто Аааа Да Вот Смотрите Сейчас тут были Были парочку Магикарапов Которые валялись там Думали Никто их не тронет Ааа Мы взяли их и тронули И в принципе Заработали даже Восемь или семь Там монеток Сколько там? Шесть Ну ладно Не угадал с двух раз Но что-то меня напрягает То, что я не вижу Ни одного Я не вижу Ни одного Бишарапа Это, если честно Не очень круто Потому что Их по сути Тут должно быть Большое количество Но я их Ни одного Не вижу Это очень Хреново Все-таки Все-таки Ребята Мне кажется Они действительно Поменяли просто-напросто Спаун Бишарпов Они сейчас уже Не тут спавнятся А мне кажется Где-то в другом месте Это не очень хорошо Потому что Я не знаю Где они спавнятся Я не знаю Пупитар Пупитар 44 уровень Мать его 44 уровень Это много Да почему я не могу Литвика опять выкинуть Что за бред Я только что подумал Что это какой-то лак А это казалось не лак Я просто действительно Его не могу Почему-то в бой А ну сейчас Давайте Поке Поке Хил И тут еще один Пупитар был Вот он Вот Литвик Вот так Когда на меня нападают Я почему-то не могу Литвика в бой кинуть Хеннивел знает почему Ладно Литвик 37 уровень Если я хорошенько помню То он эволюционирует Около 37 Нет Какого 37 Около 42 То есть От 40 уровня И больше Поэтому Нужно нам его еще Прокачать Нужно ребята Нам его еще Прокачать Показало что Босс но не босс Так давайте Вот сюда еще Пойдем быстренько Сколько мы там уже Прокачали С 358 То есть Немного Ребята Вот смотрите По Черису Сейчас По Черису Инфернейп Уже готовы Да То есть Их больше по сути Прокачивать Именно сейчас Мне кажется Не нужно Потому что Они уже полностью готовы Для сражения В гиме Но то что Одна хрень В гиме же В гиме же Покемоны Около 70 Там есть такие Вроде 60 Есть 70 Есть даже 78 Это вроде Капитан команды У них Это Гласион Да И В принципе Он большой уровень Мне кажется С ним нужно будет Повозиться Чтобы справиться И это я не знаю Сможем ли мы Вот это сделать Так давайте Еще вот этих Дивгонгов Дивгонгов Убьем Две штучки Мне кажется Ребята Вот смотрите Если вот так посчитать Ух ты Я не на того кину Я думал Литвиком Мы его сможем убить Ага конечно Сможем убить Если вот так посчитать То в принципе Вот это круто Давайте вот Нет сейчас Давайте вот это Если вот так посчитать То в принципе Мы может уже Сразимся С С С С С С гим лидером Если вот так Хорошенько уже Сейчас прокачивать Может Через серии 2 Может даже быстрее Если хорошенько получится Потому что Вы сами видите То что нам еще нужно Прокачать Литвика Как минимум К 50 уровню Да Чтобы он Ну более менее Тащил Это не означает Если он сейчас Эволюционирует То мы сразу же Его Ну Сразу же Его отправим На бой Нет Потому что Он будет слабым То же самое С Аароном Да То есть Его финальная эволюция Лайрон Вроде где-то На 50 51 53 уровне Поэтому ребята Там еще придется Повозиться Чтобы его прокачать 50 уровень Это реально Очень много Но перед тем Нам нужно Еще Литвика прокачать Это еще дольше Это какая серия Ребята Это 50 Это Охрен Честно Я ребят Как-то Уже Даже Сбил Со счету Мне кажется Это около 50 58 Вроде Серии О В принципе Где-то К 31 Мне кажется Еще Один Моунстоун То есть За 20 Там Чем-то Серий Ни один Моунстоун Нам не Выпало Теперь За одну Серию Сразу Два Выпало Ну Может Пригодиться Он пригодится Для Нидоквин Для Нидокинга То есть Эти два Покемона Как раз Для Клифейбл Литвик Уже Мне кажется Сейчас Будет 40 Уровень Давайте Посмотрим Нет Еще Пока Что Нет Вот Сейчас Я Не знаю Вот Сейчас Вряд Ли Хотя Да 40 Но Все же Как видите Он еще Не эволюцион То есть Вот Там Эмпулион Как раз Большой Уровень Мне кажется Он эволюцион Где-то На 42 Да Как я Говорил Где-то На 42 Он Так А Уже Пропал Зараза Ладно Давайте Вот этого Пылесосика Убьем Пылесосик Пылесосик Ты нам нужен Нужно Как можно Больше Пылесосов Фух Чтобы прокачать Так Так Уже В принципе Я ребята Немного Отошел Вот Сейчас Я вернулся И Уже Сейчас Наступит Утро 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 Может Мы еще Успеем Забабахать Несколько Пылесосиков 39 Уровень Мы могли Если честно Пойти Еще даже На пляж То есть Вы помните В предыдущем Сезоне Мы часто Качались На Каком-то Острове Но я Ребята Не знаю Там В принципе Нету Дропа Мы уже Походили Мы уже Проверяли Там Серии Так Десять Назад То есть Мы сравнивали Где лучше Качаться Лучше Качаться Вот тут В зимнем Биоме Или Лучше Качаться На острове На острове Может Есть В принципе Там Покемоны Может Чуть Чуть Больше Уровня Чем Тут Может Чуть Чуть Не факт Что Намного Больше Но Тут Намного Больше Дропа В этом Большой Плюс Ребята Тут Намного Больше Дропа А это В принципе Самое Главное Что нам Сейчас Нужно Потому что Этот Сезон По сути Состоит Весь Дропа То есть Мы Продаем Дроп Ооо Мы продаем Дроп И покупаем Себе Нужные Вещички Поэтому Ребята Мы Наверное Вот тут Сейчас И останемся Потому что Это Если честно Очень даже Полезно Ну вот Литвик Уже Наконец-то Эволюционирует Вроде 41 уровень И У него Наконец-то Происходит Эволюция Наконец-то Мы его В принципе Даже сможем Вот сейчас Он будет Лампентом Вот сейчас Давайте На него Посмотрим 41 уровень Лампент Вылечим И В принципе Ребята Мы его Даже сможем Эволюционировать Сразу же В Шенделура Потому что У нас Есть Даск Стоун То есть Вот этот Ночной Камень Если так Дословно Переводить Ух ты Нихрена Себе И Он уже У нас Будет В этой Серии Максимально Эволюционирован И это Очень и Очень Круто Я если честно Не знаю Куда нам Сейчас Идти Сало Там Вот там Еще одно Сало Есть В принципе Сейчас Мы сможем Их Убить Ну ладно Нападай Литвик Уже Ребята Нельзя его Назвать Литвиком Потому что Может он Еще Обидится Он же Не Литвик Уже Так Замечательно Вот так Да твою Мать Ты что Издеваешься Вот так Вылечимся Опа Я В принципе Вот это А может У нас Уже Куча Вещей Повыпадало Из-за Этого То что Мы Сейчас Вот так Собираем Всякую Хрень Вот это Можно Выкинуть Тут Куча Всего Можно Выкинуть Это Можно Выкинуть Это Сюда Поставить Это Можно Выкинуть Вот Это Сюда Потому что Нужно Все-таки Этих же Морипов Поубивать С морипов Тоже Выпадает Шерсть А за шерсть А шерсть Мы в принципе Можем Также Продать Поэтому Это Даже Очень Круто Инферно Круто Но мне Кажется Инферно Нужно Убивать Вот таких Больших Уров Попаду Или Не Попаду Ну Почти Просто Не Добросил Может Даже Он Убьет Таких Больших Уровней Как Думаете Да Убил Если Конечно Попадет Ух ты Инферно Уже 60 уровень Я Если Честно Ребята Даже Как-то Не Заметил 60 уровень Это Очень Много Мне кажется Даже Даже Вот Этот Этот Инферно Когда Мы пойдем В гиме То Если Хорошенько Он справится То Может Убить Сразу Двух Покемонов И Только После Этого Умереть Если Действительно Вот Так И Будет Значит Мы Одним Покемоном Убьем Двоих А потом Еще Останется Три Покемона На Два Ну Это Уже Это Уже Как Повезет Может То Что Меня Смущает То Что У них Геймлидерши Глассион 78 уровень Это Если Честно Ребята Очень Даже Много Это Даже Много 78 уровень Глассион Это Такой Покемон Который Можно Запросто С одного Удара Убить Там Любого С наших Покемонов Поэтому С Глассиоши Ребята Нужно Будет Как-то Быть Поосторожней Нужно Будет Как-то Поосторожней Быть Ну Посмотрим У нас Типа Есть Как-бы Неограниченное Число Попыток Мы Можем Туда Приходить Каждый День Мы Не Можем Сражаться По 35 Раз В День Но Мы Можем Приходить Туда Каждый День Если Мы Один Раз Поиграли То Мы Сможем Туда Вернуться На Следующий День Ну Конечно Хотелось Бы Лучше Чтобы Мы Сразу С первого Раза Выиграли Или Хотя Как я Уже Горил С первых Почему Я не могу Выбирать Покемона Какую Атаку Накладываешь Если Мы Выиграли С первых Трех Раз Если Первый Раз Проиграли Второй Раз То Хотя Б С третьего Чтобы Выиграли Это Было Бы Реально Очень Круто Морипы 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 Мы Даже В Этой Серии Уже Так Нафармим Нормально Монеток На Что Я Ребята Фармлю Я Уже Вам Горил Ой Не Не Ударил На Что Я Фармлю Фармлю Я На Механическую Наковальню В данном Случае Потому Что Я Нужен Да То Мы Мы Уже Нашли Алтарь Мы Сейчас Прокачиваем Орб То Если Вот Так Хорошенько Подумать То Мастер Бол Нам Уже Нужен Чтобы Потом Заспавнить И Сейчас Покупать В магазине Еще Один Мастер Бол Я Пока Что Не Вижу Смысл Лучше Мы Отложим Насобираем На Механическую Наковальню Зато У нас Уже Она Будь Зато Мне Уже Не Будет Так Лень Идти И Делать Какие То Себе Бол Покебол Да А Сразу Лучше Пойдем Положим В ту Печку Механическую Наковальню И Пускай Она Там Себе Жарит Пускай Она Себе Там Варит Сколько Ей Угодно И Это Реально Намного Проще Будет Так Ну Что В этой Серии Ребята Мы Вот Так Немного Покачались Раскачались Сейчас Мы Еще Быстренько Сбегаем Домой Сбегаем Домой И И Эволюционируем Нашего Лампента Ну Что Мне Кажется Уже Можно Убегать Отсюда Мы В принципе Хорошенько Так Сегодня Потрудились Давайте Еще Вот Этих Морипов Да Убиваем Потому Что Все Так Все Так Все Так Важна Шерсть В принципе Шерсть Не только Важна Для того Чтобы Ее Продать Мы Также Можем Быть Рыбаками Кто Не Помнит Я Установил Там Недавно Мод На Рыбацкие Сети Поэтому Рыбацкие Сети Делаются С Ниток А Нитки Делаются С Шерсти Да Я знаю То есть В самом Майнкрафте Наоборот С ниток Можно Сделать Шерсть Но С этим Модом Добавляется Так Что Шерсть Можно Делать Что Нитки Можно Делать С помощью Шерсти Специально Для того Чтобы Ну Ну Чтобы Чтобы Сделать Вот эти Рыбацкие Сети Потому Что Одна Рыбацкая Сеть Делается С помощью Четырех Четыре Нитки Да Вроде Нужно Для того Чтобы Сделать Одну Сеть Это Если Честно Очень Круто Ну Что Я Потом Даже Словлю Морипа Мне кажется Следующим Нашим Электрическим Покемоном Будет Морип Я Морипа Всегда Ловил Практически Я Морипа Ловил Практически В каждом Сезоне Он Был Нашим Вторым Третьим Покемоном Потому Что Мне Очень Нравится Его Эволюция Это Эмфорос Очень Даже Такая Прикольная Эволюция Поэтому Я Его Даже Всегда Ловил Но В Этой В Этой В Этом Сезоне Как То Как Как Не Захотел Ладно Давайте Уже Вернемся Домой Вернемся Домой И Вот Это Все Попродаем Что Мы Тут Можем Продать Сейчас Посмотрим Ух ты Нифига Себе Нифига Себе Вот Смотрите Уже Стак Уже Стак И Сейчас Сейчас Еще Будет Мне Кажется Еще Один Стак 100% Будет А Вот Еще Один Ну Вот Смотрите Тут Уже Есть Вот Так Короче Где Вот Так Короче 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 Один Два С Половиной Да Если Вот Сейчас Мы Оденем Не Оденем А Возьмем В руки Бэкпак И Вот Сюда То У У У У У У Ух Четырнадцать Четырнадцать Монеток А нам Нужно Нам Нужно Тридцать Охренеть Еще Шестнадцать Монет Все же Ну В гиме Мне кажется Может Даже Нам И дадут Монетку Там Хотя Бы Две Три Монетки За победу Может Нам Даже И Дадут Посмотрим 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 Ну Что Давайте Эволюционируем Нашего Лампента Шандалура Пока Я не забыл А то я уже Хотел Заканчивать Серию Чуть Не забыл Вот У нас Есть Даже Два Раркень Две Конфеточки Которые Мы выбили Тоже С Покемона Ну Что Время Эволюции Давайте Вылечим Вот Так И Поехали Ребята Шандалур Да Долго Как долго Серии 2 Мы прокачивали В принципе Вот Наконец-то Уже Наконец-то Уже Прокачали И Наконец-то Уже Эволюция Эволюция Сейчас Шандалуром Можно даже Поодиночке Качать Не нужно Его именно Прокачивать С помощью Инфернепа Мне кажется Он даже Отлично Сам справится Если найти На него Подходящего Какого-то Покемона Который Не наваляет Ему Звездюлей Поэтому Можно Мы его Даже И прокачаем Так Шандалур Все Круто 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 Может Знаете Что Мы Еще Сейчас Сделаем Давайте Пойдем Наверх И Посмотрим Сундук Может У нас Есть Какие-то Очень Сильно Полезные Атаки Которые Мы Сможем Использовать Waterfall Sword dance Toxic Acrobatics У нас Уже Есть Изучено На Инфернепе Fire Blast Surf Flash Cannon Я Мне кажется На этом Уже Можно Даже Будет Заканчивать Как Думаете Да Уже Серия Длится 25 Минут Что Мы Сделали 316 Мы Прокачали Около 50 Мы Прям Супер Пупер Не Старались Мы Так По чуть-чуть Прокачивали Но Все Нормально Нормально Ребята Но Зато Мы Уже Получили Шангалура Это Уже Очень Круто Сейчас Нам Осталось Ему Прокачать Ну Как Минимум Уровней Так 8 Чтобы Он Был Как Минимум 50 А Потом Мы Возьмемся За Аарона Потому Что Аарон Он Металлический Покемон Который В принципе Отлично Справится Против Ледяных Поэтому Это Будет Даже Очень Сильно Круто И Давайте Еще Хотя Нет Я Хотел Сделать Рыбацкие Сити Но Я Забыл Что Я Только Продал Всю 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 Это Сюда Можно Выложить Потому Что Я Продал Всю Шерсть Это Хреново Так Это Сюда Это Сюда Это Сюда Вот Так Замечательно Это В принципе Можно Сюда Выложить Вот Так Круто Ну Что Ребята Давайте Уже Будем На этом Заканчивать Я Сразу Вам Говорю Спасибо За Просмотр В Следующей Серии Я Уже Я Наверное Даже Вне Серии Прокачаю Чуть Чуть Аруна Хотя Бо Я Его Прокачаю Какому То Там 35 Уровню Если Получится А Хотя Может Я Не Знаю Честно Ребят Посмотрим Но Все Спасибо Вам За Просмотр Не забываем Ставить Лайки Ведь Если Вы Хотите Больше Если Вы Хотите Чтобы Мы Быстрее Прокачали Чтобы Мы Быстрее Сразились С Гим Лидером Чтобы Быстрее Заспавнили Молтерса И Чтобы Дальше Пошли Искать Другие Гиммы Прокачивать Покемонов То Ребята Все Что От вас Тебуется Это Просто Напросто Поставить Лайк Ведь Если Поставите Лайк То Новая Серия Пиксельмона Выйдет Намного Быстрее Тысячу Лайков Набираем Сразу Выходит Следующая Серия Пиксельмона А Также Не забываем Оставлять Свои Комментарии Я Их Прочитаю Отвечу И Также С тобой Пообщаюсь И Последнее Что Я Хотел Сказать Это Подписывайтесь На Мой Канал Я Буду Рад Каждому Новому Подписчику Который Вступит В нашу Большую Дружную Семью Поэтому Ребята Всем Спасибо За Просмотр Всем Удачи Всем Пока Редактор субтитров А.Семкин